В принципе, дело не в самом Хантере. Давайте почитаем. Итак, издание «Федералист». Сделка о признании вины Хантера Байдена в отношении преступлений пятилетной давности показывает, что рэкет защиты Байдена работает. Страна может пережить несправедливость, основанная на пощечине, но она не может противостоять потрясениям, вызванным коррумпированным Министерством юстиции и ФБР. В 2018 году федералы начали расследование в отношении Хантера Байдена, о котором сын нынешнего президента публично сообщил в декабре 2020 года, то есть ровно через два года он публично об этом сказал, после избрания его отца, естественно. Во вторник появились новости о том, что Хантер Байден согласился признать себя виновным по двум пунктам обвинения в совершении налоговых правонарушений и заключил досудебное соглашение об отклонении обвинения в отдельном счете огнестрельного оружия, вызвав возмущение правых по поводу отсутствия каких-либо обвинений в отмывании денег или взяточности. Но еще хуже то, что прокурор США не выдвинул эти обвинения против Байдена в 2019 году, что предполагает, что защита Джо Байдена от скандала является оперативным принципом Министерства юстиции и ФБР. То есть его защищают. Во вторник прокуратура США в округу Делавер возбудила уголовное дело против Хантера, одновременно уведомив федеральный суд о том, что прокуратура заключила соглашение о признании вины с сыном президента по двум мелким налоговым правонарушениям и согласилась на досудебное слушание по уголовному делу об огнестрельном оружии. Причем самое интересное, что они поставили это как мисс Демидер, то есть как правонарушение вместо феллони преступления. Два обвинения в налоговом правонарушении занимали всего полторы страницы. И в первой части утверждалось, что сын президента в течение 2017 календарного года получил налогооблагаемый доход, превышающий полтора миллиона долларов, и умышленно не уплатил подоходный налог с этой суммы в нарушении 26 части кодекса США и параграфа 7203. И второе обвинило Хантера в неуплате подоходного долога, причитающегося с доходов за 2018 год. Другими словами, он за два года просто не подавал декларацию. Вы знаете, много американцев, которые там два года просто за какие-то два года не подавали декларацию. Ну, то есть как бы за 22-й выпадали, допустим, а 17-18-й пропустили. А налоговое преступление в Соединенных Штатах является очень серьезным преступлением, которое люди получают минимум от 10 лет начинаются только. 10 лет начинаются за эти преступления. Причем тут написано, получил налоговое доход в полтора миллиона долларов. По другой информации, в другом источнике я читал, что ему претензии выкатили на 6 миллионов долларов. Сейчас сумма стала в полтора миллиона долларов, но там реально фигурировало 6. Также прокурор Соединенных Штатов в Делавере, Дэвид Вайс, подал отдельную петицию, обвиняя Хантера в нарушении 18-го пункта Уголовного кодекса Соединенных Штатов, пункт 922 и 924, пункт 3 и 2 соответственно, за умышленное хранение гнестрельного оружия, притом зная, что он был незаконным потребителем, как там написано, контролируемого вещества, и пристрастился к нему. В соглашении с прокурорами Хантер Байден не будет признавать себя виновным в этом уголовном преступлении, с покупкой огнестрельного оружия, а прокуратура вместо этого отклонит обвинение, если он останется свободным от наркотиков и не совершит дополнительных преступлений в течение двух лет. Как вам это? Вы знаете, хотя бы хоть одного человека в Соединенных Штатах, кто мог бы уйти от ответственности таким образом. То есть тут двадцатка светит в плечи. То есть когда в аппликации на подачу огнение оружия написано, что вы употребляете какие-то вещества, и он говорит нет, а он да, это уголовное преступление. Тут не может быть того, что они не будут предъявлять обвинения. Это цирк. Республиканцы. Что с республиканской стороны? Вскоре после того, как стало известно об обвинениях, республиканцы осудили американского прокурора Делавера за то, что он дал сыну президента пощечину, как говорится, вместо того, чтобы сделать ему нокаут, игнорируя при этом все еще накапливающиеся доказательства того, что семья Байденов участвовала в широко распространенной схеме pay-to-play схем. То есть как бы ему давали взятки. Решение Вайса обвинить Хантера в двух налоговых правонарушениях всего через несколько недель после того, как американцы узнали, что весьма заслуживающий доверие в кавычках конфиденциальный источник сообщил, что украинский владелец буризма платил дуэту отца и сына взятки по 5 миллионов долларов каждый, выглядело как очевидная попытка подавить нарастающий скандал, грозивший захлестнуть президента. Но не только посредственность обвинений попахивает политическим фаворитизмом. Тот факт, что Вайс выдвигал эти обвинения перед выборами 2020 года, указывает на то, что главный прокурор Делавера защищает семью Байдена. То есть обвинения, выдвинутые против Хантера Байдена, касались поведения с 2018 года, причем последняя дата актуальности истекает в середине апреля 2019 года. И расследовать и доказывать дело о непредоставлении налоговой декларации несложно, как и обвинения в оружии. Поэтому два обвинительных документа были так сокращены. Почему же тогда прокурор Соединенных Штатов не смог предъявить сыну Байдена обвинение в 2019 году в этих преступлениях? Ответ кажется очевидным. Это политика. И если политика заставила прокурора США воздержаться от предъявления обвинения Хантеру до выборов 2020 года, то как политика не могла также повлиять на все аспекты расследования дела сына нынешнего президента, включая доказательство причастности президента Джо Байдена? Таким образом, два скандала связаны с объявлением во вторник. Один скандал связан с сыном президента и его незаконным поведением. Но второй скандал более значительный. Это очевидная неспособность. Очевидная неспособность Министерства юстиции Соединенных Штатов полностью и справедливо расследовать дело Хантера и Джо Байдена. Это то, что вызывает большой концерн. И страна может пережить пощечину несправедливости, но она не может противостоять потрясениям, вызванным коррумпированным Министерством юстиции и ФБР, которые вмешиваются в выборы, хороня, а затем возбуждая уголовные дела против политически привилегированных лиц, преследуя при этом их политических врагов. Но имеется в виду Трампа, естественно. Таким образом, несмотря на то, что вынесенное во вторник обвинительное заключение возможно положило конец делу Хантера Байдена, расследование использования оружия и политического фаворитизма в Министерстве юстиции и ФБР должно продолжаться. И похоже, именно это планируют сделать республиканцы в Палате представителей и в Сенате. Так пишет Марго Кливленд из «Федералист». Ну что сказать, господа. То есть, естественно, налицо все эти проблемы, которые мы все понимаем и знаем. о том, что, к сожалению, Министерство юстиции и Соединенных Штатов не является сегодня организацией, которая в равной степени относится ко всем в точке зрения исполнения законов. То есть, и на сегодняшний день мы можем сказать, что демократия мертва в том виде, в котором нам это все пихали.